Продолжение следует... Есть удобный интерфейс и отдельный шаблон для магазина по 3D печати. Есть удобный предпросмотр моделей для покупателей. Первый месяц пользования сервисом бесплатно. Все ссылки для ознакомления с ресурсом я оставлю в описании. Ну что, давайте приступим! Я не претендую на оригинальность. До меня уже один американец сделал подобный тест. Но делал он его с ПЛА-пластиком и с небольшими нарушениями. К примеру, автор использует смоделированный крюк. Но вот проблема, нагрузка на крюк идет на излом, что видно по трещине. Для точного теста нужно, чтобы тестируемая модель была на оси применения силы. Для своего теста я смоделировал подобный образец. Если у вас есть идеи для тестов, можете поделиться своими идеями в комментариях. Все образцы я буду печатать на новом 3D принтере Ultimaker Tiger, обзор на который выйдет совсем скоро. Настройки печати. Сопло 0,4. Скорость печати 80. Толщина стенок 1,2. Толщина верха и низа 1,2 мм. Заполнение классическая сетка. Плотность заполнения 20%. Температура печати 235 градусов. Температура стола 100 градусов. Печатать все образцы я буду без термокамеры. Для теста я буду использовать пластик филаментарно. Высоты слоев я выберу самые популярные у народа. Это 5 соток, 1 десятка, 0,15 мм и 2 десятки. Могу понять ваше негодование, что цвета у тестовых образцов разные. Но поверьте, я протестировал много деталей. На экране совершенно не все. Мне еще печатать и печатать. Для теста мне надо будет призвать всю мощь своего инженерного ума. Специально для подобных тестов я прикупил относительно точные весы до 300 килограмм. Простите, ссылку оставлять не буду. Давно их купил и давно не лежали и ждали своего часа. Вот и дождались. Вообще, чтобы не исполнять колхоз, как я буду это делать дальше, нужен нормальный пресс. Но мой пресс просто в ужасном состоянии. Да и этот пресс тоже. Я долго думал, что сделать, чтобы не сверлить стену. И ничего не придумал, поэтому я сверлю стену. Я буду закреплять уголок. Да, он чуть в стороне от тисков, которыми я буду вручную натягивать трос. Но это никак не повлияет на результат. Потому что ось нагрузки для образца будет ровно перпендикулярна слоям. Ох, лень матушка, родилась вперед меня. Решил что-нибудь приколхозить для быстрой замены образцов. И не придумал ничего лучше, как отбить отмазку электрода на только что пропылесошенном полу. Чтобы он влез в ушко образца. Внесите приговоренных. Еще больше приговоренных. Устанавливаем образец. Первый образец будет с высотой слоя 0,1 мм. 17 кг. Мое крепление каким-то чудом держится. Я стараюсь подавать нагрузку максимально плавно. Кстати, не забываем о безопасности. Особенно глаз и лица при подобных экспериментах. При 43 кг. мое крепление не выдержало. Придется делать так, как задумывалось. Эти ушки были смоделированы специально под мой стальной трос. Достаем такелажный крепеж из старых запасов. Вот перед вами крепление 2.0. Закрепляем и погнали. Продолжение следует... 48,6 кг. И что вы думаете? Сломалось крепление на образце. Ну блин. Дальше решил попробовать толщину слоя 0,2 мм. И что вы думаете? Я плохо закрутил крепление на стальном тросе. И он вылетел. Нет, такими темпами я точно рехнусь крутить эти гайки. Надо что-то придумать, причем срочно. И я придумал. Сам образец крепится цепями. Но чтобы не сместить ось приложения сил, к тискам соединение идет через стальной трос. Как видите, это крепление спокойно выдерживает до 50 кг на разрыв. Но вот проблема. Тестовый образец ломается не там, где задумано. У кого есть идеи по модели для теста? Сечение квадрата, которого тестируем, 1 см на 1 см. Точнее я хочу проверить именно это сечение. А пока рекорд 50 плюс кг. Давайте я не буду вас мучить каждым отдельным тестом. Я отсмотрю все тесты. И покажу вам готовую сводную таблицу. Итог моего эксперимента. На разрыв ABS крепче всего при печати в 0,1 мм. Предвкушаю ваш вопрос по поводу цвета пластика. Вообще никакой взаимосвязи обнаружено не было. Не знаю как вас, а меня результат удивил. Надеюсь, это видео было для вас полезным. А с вами был Юнах Анатолий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте заглядывать к нам в группу ВКонтакте. Удачи!